Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем наш цикл прослоек по экскурс по еврейским словам и концепциям. Данная прослойка будет посвящена слову «мазал», «мазл» или «мазол» — все в зависимости от того диалекта, которым вы пользуетесь. Натолкнул меня на эту идею Андрей Макаревич, автор, композитор, поэт, чье творчество, эрудиция и мудрость вдохновляют меня по жизни с раннего детства до сегодняшнего дня. Уважаемый Андрей Макаревич на одном из своих концертов, посвященных еврейскому джазу, произнес следующее. «You're gonna have a little muzzle» — почему-то перевозят, как «у тебя должно быть немножко удачи». «Мазл» — вообще-то это не удача. «Счастье» «И несчастье» «Нет, это судьба». И вот так вот несчастье, неудача не было принято уважаемым Рэб Андреем Макаревичем. Он решил остановиться на термине «судьба». В принципе, по большому счету, конечно же, прав и господин Макаревич, и ведущий этой передачи. Давайте разберемся со словом «мазал». Известный лингвист и также реформистский раввин XIX века господин Частров приводит, что она созвучна арабскому «манзил», что означает «станция» или «дом» или «жилище». И в Талмуде это слово используется в талмудической литературе как по знаке зодиака, так и планеты, так и ангел-хранитель, так и счастье, удача и бесспорно судьба. Современные лингвисты многие считают, что слово «мазал» происходит от акадейского «манзалтум», «место», «позиция», если мы говорим о каком-то объекте или о звезде, или же «ранг», «ранг» по-русски, наверное, правильнее, если мы говорим о человеке, «статус». На арамейском языке «мазала» означает все вышеперечисленные слова и удача, и судьба, и планета, и созвездие, и ангел-хранитель, так же, как и на иврите. Но этот арамейский язык – это арамейский язык вавилонского Талмуда, который, в принципе, близок очень к диалекту вавилонскому арамейскому, называемому «мандайским диалектам», и там тоже есть это слово «манзалтум». И оно действительно означает все вышеперечисленные вещи. На арабском языке созвучное слово «манзилл» означает «дом и жилище», оттуда оно перекочевало в фарси и урду. Есть, однако, другая этимология этого слова, что оно в корне своем является производным от слова «незал», что означает «движение». «Зилл» на арамейском языке значит «двинься» или «иди». И вот, бесспорно, скорее всего, те, кто назвал завод имени Лихачева, который производил такие прекрасные машины, «зиллом», может быть, наверное, подразумевал, чтобы в конечном счете эти машины двигались. Так или иначе, вот такие курьезы. Если мы с вами, дорогие господа и дамы, предположим первую возможность этимологии, что слово «мазал» происходит от слова «манзалтум» или «манзилл», что означает «жилище» или «место жительства» или «станция», то тогда это действительно относится к созвездиям. Почему? Дело в том, что плоскость вращения планет вокруг Солнца, она соответствует «двенадцати созвездиям», известным нам как «созвездие Зодиака». С древних времен вавилонцы заметили, что некие небесные светила двигаются в соответствии, на фоне точнее, вот этих двенадцати звездных станций. И в соответствии с этим станции были «мазал», и все, что двигалось на их фоне, в данном случае Солнце, Луна и пять видимых планет, пребывали в этих жилищах и обиталищах, называемых «манзалтум» или «манзилл». Таким образом, первично в этом слове, конечно же, слово «созвездие» по такой этимологии, и только впоследствии оно могло перекочевать на судьбу, удачу, планету и ангела-хранителя, поскольку западная астрология зародилась в действительности на Востоке. Вавилонцы придавали всему этому невероятно сильное религиозное значение, назвали все видимые планеты Солнца и Луну и созвездия зодиаков в честь своих главных божеств, поклонялись им и служили. То есть по этой этимологии «дама», то есть созвездия, на фоне которых пребывают планеты, называются «мазал». Однако есть и другая этимология этого процесса. Обратите внимание на движение Марса с июля по октябрь 2000, даже ноябрь 2003 года на фоне созвездия Водолея. Вы видите, сначала Марс идет вроде налево, потом возвращается назад, делает петлю, и вот так вот не только Марс, но и другие планеты в действительности в соответствии с остальными звездами. Они двигаются в таком ретроградном движении. И вот это вот движение породило, допустим, название «планета», потому что по-гречески это означает «блуждающая звезда». Что-то, что блуждает или заблудившаяся, или блуждающая, которая не находится в одной и той же точке, а постоянно то туда, то сюда двигается. Ну, в действительности потом-то, конечно же, выяснилось, что звезды, как говорится, не блуждали, а мы на Земле просто, вот у нас тут Солнце в середине, вот Земля, вокруг нее Марс. Как вы видите, поскольку орбиты Земли намного меньше, ее угловая скорость больше, чем Марс. И проекция Марса на фоне созвездия, посмотрите, сначала он идет сюда, потом он остановился, вернулся назад, а теперь опять пошел сюда. И так происходит с остальными планетами тоже в той или иной степени. Вот такая вот вещь. В соответствии с этим, если слово «мазал» происходит от арамейского слова «зил» – «движение», «двигаться», тогда оно, конечно же, в первую очередь относится к планете. К планете, которая заблудшая звезда, которая блуждает в противоположность к звездам, которые остаются постоянно на том же самом месте. Этой этимологии, такого объяснения всегда придерживался мой учитель, доктор Хайм Гугенхаймер, блаженной памяти. В соответствии с этим он мне всегда говорил, что планета называлась «мазал» изначально. Созвездия назывались «дама», в которых пребывает планета, и «бейт-мазал» на иврите – «дама планеты», в которых они пребывали, и потом слово «дама» просто отпало, и осталось слово «мазал» по отношению к созвездиям тоже. И впоследствии, опять же, из-за сильной веры людей простых и мудрецов, особенно мудрецов в Вавилоне, эта идея начала все больше и больше означать и судьба, и удача, и счастье, и ангел-хранитель. Вот, пожалуйста, некоторые талмудические высказывания, которые могут наглядно продемонстрировать, что означает слово «мазал». Талмуд Бавли, Масэхед Брахо, 32 страница, Би, говорится, Би-ти, дочь моя, Шней Масар Мазалот, Барати Баракия, 12 мазалот я создал на небосводе. Понятно, что здесь слово «мазал» означает созвездие, потому что 12 именно вот этих созвездий зодиака. Пожалуйста, посмотрите на другое место в Талмуде. Масэхед, Шаббат, тоже Бавилонский Талмуд, 156 страница А. Омар Лаурх Рабиханина, сказал Рабиханина, «Укувамру Лейла Барлевай, выйдите и скажите Барлеваю, ну, такому Леваеву того времени, это Раби Ишуа бен Леви, «Ломазал йом горем, элла мазал шаа горем». В данном случае перевод «не планета этого дня определяет, что будет с человеком, а планета этого часа». Как-нибудь, может быть, на эту тему следует сделать отдельную прослойку, но все дни недели носили, и до сих пор в английском языке, в немецком, и, честно говоря, и в ядыше, носят названия всех этих планет и берут свое глубокое начало в нееврейской астрологии. Так, например, Мандэй или Монтэк – это день Луны, Зонтэк или Сандэ – это день Солнца, Вэнсдэ – это Меркурий, Тэрзда – это Юпитер и так далее, и все остальные веселые ребята, все эти планеты. Дело в том, что по первому часу, который контролирует планета соответствующая, день назывался день. Но в действительности влияние планет по этой астрологии распределялось по каждому часу. И поэтому вот здесь он говорит, знаешь, когда рассчитываешь астрологические вещи, не смотри, в какой день родился этот человек, то есть под какой планетой, посмотри, в какой час он родился, и посмотри, какая там планета, вот что будет определяться. То есть вот здесь мы видим, что Мазал бесспорно означает планета. У нас есть очень интересная аббревиатура, которой евреи издревле называли народы, окружающие себя. Это, в принципе, не оскорбительное такое выражение, оно просто констатирует реальный факт, будь то вавилонцы, ассирийцы, арамейцы, греки, римляне и им подобные. Называются они в еврейской традиции Акум, и их религия называется Акум. Это аббревиатура слов Аводатко Хабиму Мазалот, служение звездам и планетам. Вы можете увидеть в различных переводах и различных книгах, что будет служение звездам и созвездием. Это в действительности не просто неправильно, но просто, наверное, даже покрепче можно выразиться, потому что центральные божества во всех идолопоклонческих религиях, начиная от Вавилона и кончая Римом, были именно планетами Юпитер, Венера, Марс и вся остальная веселая компания. И из-за того, что люди сильно верили в это, несмотря на все высказывания пророка Ермиягу, который пытался оттянуть евреев от веры, в том, что эти звезды, планеты и созвездия определяют судьбу и удачу. Ну, кто будет слушать пророков, которых нет в их отечестве? Несмотря на то, что даже многие мудрецы Талмуда не признавали астрологии, при этом были такие, которые очень ее признавали, и народные массы бесспорно признавали и признают ее до сегодняшнего дня. Как говорится, все уговоры от Ермиягу до Маймонида остались только уделом немногих. Очень интересную тему говорит Михаил Булгаков, произведение «Мастер и Маргарита». Я надеюсь, что ни у кого из зрителей и слушателей не возникнет трудности понять, что означает «Меркурий во втором доме, а Луна ушла». Имеется в виду планеты и созвездия. Даже сегодня очень часто можно услышать, и мне приходилось тоже слышать очень часто, когда еврейский парень и еврейская девушка встречаются для того, чтобы жениться, знакомиться. Очень часто один из первых вопросов, которые они спрашивают друг друга, «А кто ты по зодиаку?» Ой, дорогие мои ребята, не на то вы обращаете внимание. Дай Бог вам всем и нам всем удачи, чтобы мы все веселились на ваших свадьбах и произносили вам всем известное наше «Мазалтов» во всех его значениях и пониманиях. Спасибо за внимание. С вами был Барух Юабов.